Друзья, всем привет, всем доброго утра, вы на канале УЧерновых. С самого утра я поехал в город, поработал, заехал в Депо. В Депо я купил вот такую вот камеру. Знаете, для чего? Для вот этого велосипеда! Для Бэймикса! Это я себе его делаю, я буду кататься на Бэймиксе. Мне очень нравится кататься на Бэймиксе, честно. А он тебе не балл? Нет, я вам покажу, и трюки умею, и все умею. Папа, вообще нету? Сейчас я поставлю эти дуги специальные, и там поставлю дуги, да. На, держи камеру. Опа, все, надевай, надевай. Камеру не снимаешь. Получается, камера, это вот такие вот шины, да? Да. Пацаны вытаскивают колеса. Смотрите, какие здесь у нас штучки. Это старый велик. Он старый велик, но он вечный. Это настоящий Бэймик. Моя, знаете, вспомню с него такое воспоминание, потому что когда мы с Моникой шли к бабушке, возвращались, там стол, где электричество загорелся. Помнишь? И я на этом была. И Моника пошла к дедушке, и я там одна осталась. Где вы, Максим? Ну там, кто-то проследил. Это вот воспоминание с этого велика. Да. Я когда только училась кататься на нем, это произошло. Я сейчас себе его сделаю и буду гонять. По очереди. Макс! По очереди? Максим, ты не долезешь туда. Пока, что выключи камеру. На завтрак у нас, Насюша, приготовил. Ну это да, завтрак, переходящий в обед. Насюша приготовила холодный супчик на квасу. Называется окрошка. Мы очень его любим. Картошечка зарядная. Посмотрите, посмотрите, какая красота. Картошка молодая. Вкусно, да, Саня? О, наконец-то кушается. Вот так, голодный. Вот ехал. Ну что, берем картошечку. Смотри, холодный суп. Ох ты, ну, мы с классом еще не делали, да, я сейчас сожару? Как это вкусно. У нас, кстати, дождь пошел, представляете? Никто не обещал опять. Ну, это пройдет, это тучка. Я смотрела сериалы и готовила. Последнюю серию дождалась. Тень Чикатило называется. Интересно. Интересно? Восемь серий. Кто любит про расследование, маньяков, полицию, это все для вас. Советуем. Очень вкусно. Пытаемся. Ну что, велик сделал? Для себя, баймик. Круто? Ловите. 39 лет мужику, катается. Ну а что, прикольно? Елена звонит. Честно, мне этот беймикс, ну так. У меня был план, потому что до гипса, Максимка очень классно катался на велосипеде на отдаче. А когда мы сняли гипс, я ему сколько раз говорю, давай катайся, иди катайся. Потому что я в свое детство, в невозрасте, я на ещах, меня было с велика не снять. Вот, а он такой, нет, 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 я такой думаю, что это делать? Такой увидел беймикс в сарае, достал его, колесо было спущенное, пробитое, купил сегодня камеру. Надел камеру, надел, ну сделал все, велик, все. И такой взял, прокатился, Макс увидел, такой говорит, пап, а достань мне, пожалуйста, мой велик. И вот, и мы сейчас все вместе, троем катаемся. Значит, мой план сработал. У меня была такая задумка, он увидит, что я катаюсь на беймиксе и захочет тоже. Он сначала, конечно, сел на беймикс, но беймикс ему еще большеват. Вот, так что, сработал мой план. Теперь говорит папа, мы все покатаемся на великах. Что происходит, знаете, что здесь? Кошение, косение, короче, косу траву. Остался покрасить вот этот участок, вот этот вот маленький, и будет все уже покошено. Да, будет очень хорошо. Кирилл Косин, вы хотите? Сейчас вновь уже выйдет вчерашний. Выпущу его. И иду до ворот. Хочу скинуть Маришу геолокацию. Они сейчас едут в гости к нам, уже едут. В баньку. Опять с детьми. А почему иду до ворот, чтобы скинуть точку? Потому что у нас улица длинная, посередине она перегружена забором. И если ты отправляешь с дачи геолокацию, то навигация поведет вокруг, совершенно другую сторону, на нашей же улице, но совершенно с другой стороны. И оттуда к нам, конечно же, не попадешь. Никак. Мне очень нравится, что вот у нас территория, наш кооператив, он такой закрытый внутри. Тем более наша дача, наш участок, вообще так чуть найдешь. Даже были проблемы со скорой помощью, которая приехала. Я не могла попасть, потому что улица между... Одна и та же улица с одним названием, посередине она закрыта полностью. Навигация ведет так, людям надо туда, скорую вызвали туда. И это была большая проблема однажды. Вот. А если делаешь у главных ворот точку, то навигация приведет к разину. А дальше уже всю дорогу знают. Поэтому мы с Евой. Ты где? Сейчас она так врезалась куда-то. Такой был писк-визк. Иди сюда, рассказывай. Она увидела кошку и за ней побежала. Мы только слышим какой-то удар, визги, крики, писки. Я думала, кто-то Еву съел. Я лечу со второго этажа, Кирилл подлетает. Она просто врезалась куда-то возле туалета. Чуть-чуть похромала 5 минут. Но все в порядке. Такая вот у нас охранница. Бежала за кошкой. Чужой. И катается, а я с ними на машине катаюсь. Даже на ворот. Да, ем? Вот так вам весело. Они на велике, а мы на машине. Вот так и покатаемся. Ладно, шучу. Я доеду до мамы. Не хочу пешком, да и времени нет. Ставила яйца варить. Хочу салатик сделать. Смотрю, у меня яйца есть. Майонез есть. А лука зеленого нет. Мы любим салатик делать. Знаете, яйцо вареное, лук зеленый и майонез. А у мамы-то есть. Сейчас я к ней заеду и возьму лучок. Ух ты, ух ты. Сейчас они еще ворота откроют. Вот это сервис. Вот это сервис. Ласюшка приехала. Она ездила к тёще за лучком. Есть лук? Ой, по-моему я звонила. Не знаешь, не знаю, что такое елочки. О, а куда нам столько много? А его когда мелко порежешь салатик, его салатик уже не будет много. Ну. Занька, вот ты еще не слышала, но мой план сработал. Велик я сделал. Почему? Какой велик? Веймикс? Да. Чтобы ты на нем катался? Чтобы я катался, чтобы Макс это увидел, чтобы он взял свой велик кататься. Ну да. А я думала, он на Веймикс еще не может съесть, да? Не, он большой ему. Короче, я его для себя сделал. Для сына сделал. Понятно? Так. Настюшка готовит нас кушать. Просто простейший салат. Лук и майонез. И все, правильно? Нет, это яйца. Но это очень вкусно салатик. Это салатик еще очень вкусно. Тост поджарить. Да. И наверх положить. Ммм, тут англически. Знаешь, что меня бесит? Вот это вот, что у нас стоит. Раздражает. Просто бесит, понимаешь? Раздражает. Раздражает, это мягко сказано. Раздражает, это слово бес. Раздражает, но я уже спокойна, потому что, ну, у нас ремонт идет. Что ты сделаешь? Ну что, ничего. Ну да, без ремонтов никак, да, Заяна? Там ремонт, здесь ремонт, тут ремонт, там ремонт. А, подожди. А какой дома следующий ремонт? Нам сначала нужно купить ванную мебель. Да, что мы потом планировали? Кухню. А, у меня же новый, у меня, у меня новый проект на кухне. Теперь у Настюшки новый проект на кухне. Ну, дома я делаю все проекты. Да. Ну, здесь тоже я. Ну как, я придумываю, Кирюша делает. Не надо. Ну ладно, мы вместе придумываем, если честно. Забор, кто это придумал? Это ты. Да. Вот это кто придумал? Ну да, на улице, дровницу. Да. Мне кажется, я тебе придумала перенести ее, а ты придумал, как ее сделать. Ну вот. Она, знаешь, как одна мысль дополняет другую. Да, мы друг друга дополняем. Да, но в доме проект, ну тоже так, я тебе вдаю в какую-то мысль, потом я начинаю развивать, помнишь? Вместе, да. А в доме ремонт на кухне, веранда, ну да, коридор мы это можем назвать, да. Веранда. Ну это веранда, но коридор наш. А потом вверх. Да. Наверху тоже уже есть проект. Уже есть проект, там будет тоже очень классно. Живя, ну тут же есть проекты. У нас столько проектов. Наверху, наверху будет, кстати, очень простой проект. Ну я бы не сказал бы, первая комната простая, вторая комната нет. Из-за чего? Из-за печки? Нет. Из-за чего? Из-за досок. В первой комнате доски. Да. А во второй комнате не доски. А, там наклеены эти штуки. Да. Там доски плюс штуки. Да. Но я хочу, чтобы были красивые доски, как в первой комнате. И тогда надо содрать и речку поставить. Вот, да. Да. Так я тебе придумала, вот от тебя бери вот эти... Нет, надо тоненькие. Нет, это нужно в депо, которые уже гладненькие, которые уже обработаны. Да. Ну или просто шпаклевать там. Нет, никакая шпаклевка. Чисто деревянный дом. Блин. Да. Там наверху. Угу. А еще я хочу наверху козырек сделать. На этом балкончике? Да. Идеально было, чтобы люди снимали обувь на балконе. Так они всегда снимают обувь? Не все? Ну не все, да. Гости не знают. Гости знаете, наверх тоже надо снимать обувь. А козырек было бы идеально. Идеально было бы сейчас. Вообще шикар-дос. И светом надо сделать там и тут. Да. А еще что-то придумать с гамаками, как мы с тобой. Угу. Помнишь? Угу. Ребята, если вы мечтаете о частном доме, знайте. Вы будете там всегда что-то делать. Сначала в доме, потом на улице. Потом опять в доме, потом опять же на улице. А вы нам пишите, посадите зелень. Ну, если вы хотите, приезжайте за ней, ухаживайте. Нам некогда. Я вот к маме съездила, посмотрите, набрала зелень. На самом деле новенькие люди думают. Вот мне так кажется. Чего это у вас 12 соток и вы ничего не выращиваете? Я думаю, так думаю, да? Да. Подожди, у меня сын звонит. Нет. Ну? Ну, я бы тоже так подумала. Типа, я зашла на новую страничку. Люди. У них есть дача. Да, у них есть дача. Они там ничего не выращивающего. То мне бы тоже, может быть, возник вопрос, чего вы не выращиваете. Я бы без, ну, без осуждения, как некоторые наши подписчики. Ну, я бы просто спросила там, почему не выращиваете. Ну, честно, для, ну, как, ну, дача, ну, это, да, ну, как, для нас это уже не дача, понимаешь? Это наш, да. У нас это уже как дом, да, все. Ну, нет, но все равно это можно, да, можно. И я же не отрицаю, что мы когда-то, ну, будем это делать. И я хотела не то сказать. Я хотела сказать то, что для новых зрителей... Макс, перестань! Мы всем этим занимались. Вот сколько у нас дача? Лет 10. Ну, у меня дача с трех месяцев. Да, ну, я имела в виду, нет, на эту дачу мы приезжаем тыс, 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 тридцать, ой, тыс в трех месяцев. А я сюда приезжаю с 16 лет. Появилось чуть-чуть позже, да. Хватит! Я с 16 лет приезжаю на этот участок, с 16, если не с 15. Но, как хозяева, мы здесь лет 10. Вы знаете, мы за эти 10 лет сажали здесь картошку, я уже рассказывала. Да. Мы каждый год сажали помидоры, огурцы, кабачки. У нас очень было много ягод, которые просто выбрасывались. То есть никто не кушает. Даже сама клуб, клубника, понимаешь? Она есть, но ее никто не кушает. Да, у нас плантациями эти ягоды были. У нас все было. Знаете, вот что мы только не выращивали? И перчики, и морковку, и горошек, и редис. И всякую зелень была, я помню. И шавель здесь рос, и ревень здесь рос. Ну, то есть, понимаете? Последний раз помидоры, огурцы и огородик у нас был два года назад. Угу. Я очень счастлив, что у нас его нет. И второе лето. Только второе лето у нас ничего нет. Только второе. И у нас нет такой необходимости сейчас. Мы заняты другими делами. Ну, не знаешь, если мы бы делали бы консервацию, знаешь, там помидоры, огурцы, это другое. Можно же и для себя. Ну, чуть-чуть. Можно. Но мы не хотим. Мы можем пойти и это купить. Конечно, кайф свое. Но за этим... То есть, может быть, у кого нет участка, и никто никогда не выращивал, да? Возможно, вы не знаете. Но за этим нужен труд. Мало. Это просто посадить. Нет. Это очень мало. Это почти ничего. Полоть, посинковать, поливать. Это самое маленькое, что вы можете сделать, это просто воткнуть эти семечки или саженцы, гляньте, как-то что-то выращивал дома. Рассаду. Это самое простое, что можно сделать. Мы не хотим... А, но это не сложно для нас. И не трудно. Мы это умеем. Но это вопрос только приоритетов. Понимаете? Да. Мы сейчас не хотим на это тратить время. Мы хотим заниматься немножко другими делами. Вот и все. И никто не сказал ни разу, что мы снова не... То есть, если нам в следующем году, видите, в этом году пока бзика не было, но если вдруг в следующем году он появится, ну вы же знаете, мы сходим, купим и посадим. У нас же эти, цеплицы есть. Цеплицы есть. Сложены, ждут своего часа. Ну, как бы, такие странные вопросы иногда. Захотим, сделаем, не захотим, не сделаем. Правда? Угу. Да. Я вам уже показывала? Нет? Какая красота. Поняла, что у меня здесь вас нет нормальных. Знаете, мне нужны такие прозрачные, большие и тяжелые. Поэтому пивная кружечка спасает. А гости наши уже приехали, кстати. Идем встречать. Ехали! И калитку. Полина. Я тут думал, они на Мерседесе. А где Мерседес? Забоялся на что-то? А, ремонтируется? А Мерседес? Это Мерседаки, да. Привет! Мусор увозить. Мне бы ты вылетела. Привет! Это что-то съемки. Мне сказали, что мне можно не красить. Ты мне это снимаешь. Да ладно, что ты снимаешь, не снимаешь. Здорово, как дела? Ты очень красивая. Здорово. Бандил. Выбирать потихоньку тоже. А я в школу уже. Как дела? Мама, лежи перенеси. Нельзя. А вы Марину не брали с собой? А где Марина? Марина. Она встала дома? А, она иди. Я думала, где Марина? Дай пять. Здорово. Нет? Ты же у нас троцовала тебе тумбет. Мы думали, тебя не взяли. Да, я вышла от них. А не в парень тебе. Проходите, гости дорогие. Ронни, все хорошо? Ой, Ронни, привет, привет, привет. Ронни, Ронни, привет. Привет. Хорошо? Я хочу поедать на колесо, да? Опа. Я бы сказала по-другому. Приехали мы в школу. У Полиночки с вами что? Ночевка в школе. Ночевка в школе. Да, доча? Вы представляете? Давай я понесу. Сама? Она взяла разные вещи, разные вкусняшки. Плед, подушку. Как его назвать? Давай Матвей вот так же. Матвей? Это Матвей. Матвей купила. Да, говорит, ты собачка в Матвей. Он, у меня, когда я его купила, он вызвал Матвей. Да? Кстати, да. Полина получил табель, потому что Поля закончила третий класс, и стильтикат получила Полина. За то, что она заняла третье место по школе, она участвовала в конкурсе. Конкурс координатора Латвии с фольгмонсельской проекции ТАИС. Короче, какой-то был конкурс у нее, она заняла третье место по школе, а по Латвии заняла 1073 место. Ну, прикольно участвовала в селатве. Здорово, ты чё? Чё, спишь? Спала. Доча, это тебе. Какая красота, белые пионы. Эти играют. Алекс жарит мясо. А Кирилл поехал Полинку отвозить в школу. Сейчас вернется. В школу я говорила ведь. И ночевка, да, сегодня? Мне кажется, я вам говорила. Кушаем? Может, садача? Что вы сказали? Сердечки. Ну, я такие не люблю. Я, в принципе, не ем органы. И мясо. И там еще шарится вторая часть. Я уже приехал на дачу. У нас уже готовится банька. Та-дам. В баньке уже градусов 80. Вау, сразу запотел, видите? Опа, всё. Так что сейчас мы пойдем париться. Тихо-тихо-тихо, всё, нет. Что? Нет, ну просто скажи, что вы паритесь. Я уже занятие снимал и сказал, что мы будем париться. Ты снимал? Да, снял там. Баню? Да. Молодец. Макс, ты что? А кто это хвостиком махает? Фу. Короче, мы паримся. Евочка. Евочка сегодня повредила где-то лапку. Она так бежала за кошкой, так её гнала. Я вроде рассказывала. Так гнала, так заскурила, но всё нормально. Ходит нормально, но чуть-чуть прихрамывает. Зелёный был, да? У нас, видите, северное сияние. Ты там, Нас, из-за угла? Да, да, из-за угла. Что такое? Ничего себе. Быстро. Если он в дом попадёт, ну быстрее. Это что? Это что? Это паук был. Был паучок. Это не похоже на полкана. Это паук. Муравей огромный, по сути. ты бы сегодня вы поехал домой с вами багажнике вместо запаски ну что друзья костер догорает наши друзья уехали домой сейчас уже где-то 12 час даже если не после 12 уже пер первый час максим когда давно уснул нас уже пошла тоже уже вот чего только сейчас пошла спадки я сейчас здесь все приберу уберу и тоже пойдем спадки мы круто посидели круто попарились реально алекс меня побил веником попарил шикарно просто я вас в восторге был сейчас я покажу как выглядит баня после того как люди парятся в бане с вениками это просто жесть я ее сегодня убирать не буду я буду убирать все завтра это просто жесть реально веники это круто это вообще с ними париться это кайф просто реально но после этого баню нужно убирать сверху дониза или снизу до верха реально просто часть его покажу это идем баню смотрим так заходим так свет включен тадам 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 ну как хорошо что веселуха веники это класс реально с ними парилка совершенно по-другому это хорошо что что веники не березовые а вот такие вот дубовые листья их убирать намного легче но тоже надо убирать зацепился мою штучки на поете по жопнички которые я делал тоже сам вот честно я их сделал сделал но мы их почему почему-то нет не использовали забыли или просто нет так си сейчас надо убрать весь этот транспорт раз машина два машина там три машины так если ночью будет дождь нужно убрать тоже вот эти все поджопники все эти вот кокона о силюшки нужно убрать еще один велик шапка валяется здесь это тоже надо в банку отнести а так все в порядке ну все друзья давайте все я убрал все спрятал мало ли будет дождик все давайте на сегодня мы будем заканчивать видосик спасибо что вы у нас есть подписываемся ставим пальчики вверх и с вами был мы увидимся завтра на сегодня это спасибо вам